Мир вам? Мир вам? С миром? С миром? Борис, вы меня слышали? Что-что? Микрофон выключить? Да, конечно. Да-да, сейчас, хорошо, секундочку. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok И очистены от всяких скверных И спаси блажей души нашу Господи, благослови наши занятия Не допусти нам что-либо прибавить Или убавить от всего того, что ты заповедовал нам исполнить Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Откровений, 20 глава, 13 стих Тогда отдало море мертвых, бывших в нем И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них И судим был каждый по делам своим Толкование Все люди от первого до последнего Какой бы смертью ни умерли Какой бы участь их тело не подвергалось В воскресну Сколько ни было и не будет рожденных на свет Говорит Святой Ефрем Сирин Все придут на сие позорище видеть суд Все умершие соберутся на место суда Ужасом будет объята смерть И изблюет всю свою добычу И не оставит ни одного мертвеца Не представив его судилище Судилище с большой буквы Судилище Христова Земной персти повелено будет отделить прах умерших Кто поглощен морем Кого пожирали звери Кого расклевали птицы Кто сгорел в огне Все пробудятся Восстанут и явятся Как и сказано в Евангелии Что Цитирую Наступает время В которое все находящиеся в гробах Услышат глаз Сына Божия И изыдут творившие добро в воскресение жизни А делавшие зло в воскресение осуждения Евангелия от Иоанна Пятая глава Двадцать восьмой двадцать девятой стихи В смерти душа человека Оставляет его тело Тело же разлагаясь Притворяется в прах земной От которого оно и было взято Иные считают Что это тело исчезнет в огне суда А Господь сотворит новые суда людям Так считал например Ориген Но это неверно Мы уже видели Что мир не исчезнет Но пройдет его ветхий образ И сотворится новый Так и здесь То самое тело Которое некогда умерло И истлело Непостижимым нашим образом Воскреснет Всякое тело Говорит Андрей Кисарийский На что разложилось Из того же будет составлено И отдано Было ли оно предано земле Или морю Если бы Бог до конца уничтожил Старый мир И заново создал новый В том числе и тела людей То это бы была победа сатаны Но Всемогущий Бог Не оставит И не уничтожит Своё творение Но спасёт Его И Совершенно Обновится Участники Воскресения Воскресения Жизни Получат Новые тела Сообразные Телу Воскресшего Господа Иисуса Христа Который Уничиженное Тело наше Преобразит Так Что оно Будет Сообразно Славному Телу Его То есть Христа Филиппийцам 3.21 В таком Духовном Теле Воскресшие Люди Будут Жительствовать На небесах Воскресение Жизни Будет Совершенно Живот Простите Воскресение Жизни Будет Совершено Животворящим Духом Божиим Как сказано Что Цитирую Воскресивший Христа Из мертвых Оживит И ваши Смертные Тела Духом Своим Живущим В вас Римлянам 8 глава 11 стих Печать Дара Духа Святого Есть Залог Этого Воскресения Поэтому Бог И Цитирую Запечатлел Нас И дал Нам Залог Духа Духа С большой Буквы Сердца Наши Второе Послание Коринфянам Первая Глава 22 Участники Воскресения Осуждения Получат Тела Соответственные Страшным Местам Гиены Огненной Тела Которые Будут Вечно Гореть И не Сгорать Тела Которые Будут Вечно Точить Червь Не Умирающий То Что Мертвых Отдали Море Смерть И Ад Означает Что Усопшие И Испытавшие Разную Смерть Одинаково Будут Воскрешены В Последний День Под Отданным Морем Следует Буквально Понимать Всех Утонувших В Морях Разуметь Здесь Под Морем Множество Народов Нет Никакого Основания Разграничить Конкретно Отданных Смертью И Адом Очень Трудно Понимать Это Можно Различно Речь Может Идти Обо Всех Претерпевших Смерть Чьи Души Отделились От Тела И Пошли В Ад Место Нам Неведомое Приемлющие Души Отходящие Отсюда В этом Смысле Ад Надо Разуметь Не Как Место Мучения А Как Место Пребывания Душ Всех Умерших Людей Можно Разуметь И Ад Как Место Где Мучаются Сейчас Души Нечестивых Ибо Иоанн Вообще В этом Видении Видит В основном Суд Над Нечестивыми Так В день Второго Славного Пришествия Христова При Гласе Архангела И Трубе Божьей 1 Сфантисом 4 16 Ничто Ни Море Ни Смерть Ни Ад Не Могут Удержать Свои Жертвы Некогда Они Вырвали Людей Из Круга Жизни Но Теперь Придется Их Отдать Море И Земля Дадут Пепел Сожжен Прах Истлевших И мощи Нетленных Смерть И Ад Отдадут Покойных И Будет Великое Всеобщее Воскресение Мертвых И Судим Был Каждый По делам Своим Это Означает Что Различно Будет Слава Праведных В зависимости От Их Дел А Также Различно Будут Муки Нечестивых Ибо Не Одинаково Они Грешили О Различной Славе Праведных Так Говорит Господь В доме Отца Моего Обители Много Евангелия Тана 14 2 Апостол Павел Павел Пишет Есть Тела Небесные Тела Земные Но Иная Слава Небесных Иная Земных Иная Слава Солнца Иная Слава Луны Иная Звезд И Звезда От Звезды Разнится Славе Так И При Воскресении Мертвых Первое Послание Коринфянам 15 Глава 40 По 42 Стихи Поэтому Уже Сейчас В церковных Службах Разным Святым Оказывается Большее Или Меньшее Почитание Небо Земля И человек Предстали Суду Божьему Последний День Мира Кончился Кого Есть Вопросы По Прочитанному Пожалуйста Задавайте Вопросов Нет Идем Дальше Откровение 20 Глава 14 Стих И Смерть И Ад Повержены В Озеро Огненное Это Смерть Вторая Толкование Это Смерть Смерти Иные Подвержением Смерти Из Ада Озеро Огненное Понимают Ввержение В Диену Властителей И Служителей Смерти И Ада Ада То есть Демонов Смерть Прише Смерть Смерть Первое Послание Коринфянам 15 Глава 22 26 Так На страшном Суде После Судана Всем Миром И Людьми Будет Осуждена И Сама Смерть Далее Цитирую Первое Послание Коринфянам 15 Глава 52 55 И Рокосия 13 14 Ибо Вострубит И Мертвые Воскреснут Нетленными А мы Изменимся Ибо Нетленному Сему Надлежит Облечься Внетление И Смертное Сие Облечется В Бессмерти Тогда Сбудется Слово Написанное Поглощена Смерть Победою Смерть Где Твое Жало Ад Где Твоя Победа Елена Фауэр Вы Так И Не Выключили Микрофон Благодарю Смерть Это Прекращение Жизни Человека Разделение Души Тела Ад Место Пребывания Душ Умерших Когда Когда Все Воскреснут Предстанут На суд И Начнется Вечность Тогда Упразднятся И излишни Будут Смерть И Ад Смерть Это Отчуждение От Бога Ее Породил Люцифер Когда Отпал От Бога Ей Умер Адам Когда Согрешил Но Когда Непонимание Непонимание Того Что Такое Небытие Это Понимание Порождено Тем Что Многие Совершенно Перестали Понимать Что Такое Бытие Истинно Бытие Это Бог Ибо Он Сказал О Себе Я Есть Мсущий Книга Исход Третья Глава Четырнадцатый Истих Мы Же Только Им Живем И Движемся И Существуем Сеяние Семнадцать Двадцать Восьми Небытие Это Несущее Небытие Это Не Бог Как И Тьма Не Есть Некая Субстанция А Есть Отсутствие Света Не Свет Исходя Из этих Определений Кстати Ясно Сколь Несуразно Требование Доказать Бытие Бога Ибо Истинное Бытие Есть Бог Хварь Может Иметь Временную И Вечную Жизнь Или Бытие Боги Сущая Под Благодатью Сейчас Имеет Временное Бытие Боги После Всеобщего Воскресения И Суда Будет Иметь Вечное Бытие Боги Также Из Смерти Тварь Может Подвернуться Временной Временной Вечной Сейчас При частном Отчуждении От Бога Тварь Попадает В рабство Первой Смерти Первой Стадии Небытия После Страшного Суда Будет Полное Отчуждение Павшей Твари От Бога Если Сейчас Страшно Не Быть В Боге То Сколь Страшно Будет Абсолютное Небытие Абсолютное Отсутствие Бога Если Страшен Ад Время Вместо Временной Смерти Временного Небытия То Сколь Страшна Будет Гиена Вместо Вечной Смерти Вечного Небытия Трепещись Его Душа А не Утешайся Мыслью О Небытии Трепещись Его Душа А не Утешайся Мыслью О Небытии Правильно Секунду Прервусь То Что Будет В Гиене Строго Говоря Нельзя Называть Ни Жизнью Ни Бытием Это Это Вечная Смерть Небытие Мрак И Ужас Так же Как и Сейчас Состояние Грешника Это Это Не Жизнь Заключительным Аккордом Страшного Суда Звучат Слова 20 глава 15 стих И Кто Не Был Записан В Книге Жизни Тот Был Брошен В Озеро Огненное Толкование Возремнуем Же Чтобы Имена Наши Не Были Сглажены Из Этой Спасительной Книги Пожалуйста Вопросы По Прочитанному Кого-то Возьмите Задавай Сергей Значит Прикрещение Нас Записывает Книги Жизни Да Я думаю Да Слава Богу Но Нужно Еще И Добавить Что Запись Эта Может Быть И Сглажена Следствие Греха Или Грехопадения Человек Опять Отлучается От Церкви В Этой Книге Жизни Подчеркивается Он Вне Церкви Он Выходит Соглашенными В литургии Верных Участие Не принимает Не причащается Пречистого Тела И крови Христова А стоит В притворе И плачет Доколе Не пройдет Срок Отлучения Церкви В зависимости От тяжести Греха Существует И длительность Наказания Отлучения От Пречистого Тела И крови Господа Нашего Иисуса Христа Для Христианина Живущего Во Христе Это Самое Страшное И Суровое Наказание Изгнание Из Церкви Другое Дело Что Сегодня При возгласе Оглашенные Языдики Никто Не выходит Все Стоят И верные И неверные Это Другой Вопрос Это На совести Батюшек Которые Как говорит Христовый Англотаус Если Лучше Тело Своё Отдам На съедение Сам Нежели Дам Тело И кровь Недостойно Причащающимся Что такое Недостойно Причащающий Нерассуждающий О теле Господня Что Такого Рассуждать О теле Господня Кто Может Ответить Так Достойно Он Или Недостойно Вот На Рождество Причастился Человек И как С ума Сошел И Иуда Причащался Святых Христовых Тайных Во время Вечерней Трапезы Христов Сказал Иди Делай Что Хочешь И он Пошел И предал Христа За Тридцать Ремни Поэтому С причастием Не Шутите Подходите Достойно Бо Написано Кто Принимает Тело И кровь Недостойно Не Рассуждая Оттого Многие Из вас Больны И Немало Умирают Об этом Священное Писание Нас Предупреждает Возревнуем Же Чтобы Имена Наши Не Были Изглажены Из Этой Спасительной Книги Аминь Итак Продолжаем Глава 21 Небольшое Вступление Наташа Усатая Микрофон Выключите С момента Творения Небольшое Вступление 21 Главое С момента Творения Мира И до Страшного Суда Существует Время Оно Как Капля Брошенная В Неизмеримый Океан Вечности Лучи Писания Освещают Всю Эту Каплю Каплю Времени И Показывают Нам Ее Во Всей Полноте Но Несколько Лучиков Выходит Из Капли Времени Теряясь В Океане Вечности Позволяя Нам Что-то Познать О нем Со Священным Страхом И Трепетом Приникнем И мы К этому Таинственному Видению Невидимого Итак Книга Откровения 21 Глава 1 И Увидел Я Новое Небо И Новую Землю Ибо Прежнее Небо И Прежняя Земля Миновали И Море Уже Нет Толкование Библия Начинается Словами Вначале Сотворил Бог Небо И Землю Бытие 1 1 А в ее Последнем Повествовании Говорится О новом Небе И Новой Земле О великом Паки Бытии Вселенной Евангелие От Матфея 19 28 Начало Библии Бытие Конец Паки Бытие Паки Это значит Снова Паки Бытие Снова Бытие Славянство Как в водах Святого Крещения В бане Паки Бытия И тут 3.5 Прекращается Ветхое Бытие Души И Начинается Новое Так В огненном Крещении Страшного Суда Прекращает Своё Ветхое Бытие Вселенная И Начинается Паки Бытие Мира Во всем Писании Слово Паки Бытие Употреблено Два Раза В Евангелии От Матфея 19 28 И в послании Сетю 35 Один раз Говорится О Паке Бытие Души Через Воды Крещения Другой Раз О Паке Бытие Мира Через Огонь Суда Бытие Мира Было Нарушено Грехом Но Вот Уничтожен Грех Начинается Паке Бытие Прежнее Небо И Прежняя Земля Миновали Ибо Потеряли Своё Бытие В Боге И Настолько Были Испорчены Что Нуждались Не В Исправлении И Улучшении А В Новом Бытии Пак Бытии Как О Крещенной Душе Сказано Кто Во Христе Тот Новая Тварь Древнее Прошло Теперь Всё Новое Второе Коринфянам 5 17 Так И О Новом Мире Ибо Прежнее Прошло Те Творю Всё Новое Двадцать Первый Глава Чай С другой Стороны Речь Идёт Не О Уничтожении Прежнего Мира И Сотворении Нового Но О Прохождении Прежнего Бытия И Начале Нового Бытия Паки Бытия Такой же Той же Самой Твари Солматевец Говорит О Земле И Небесах Что Цитирую Все Они Как Риза Обветшают И Как Одежду Ты Переменишь И Изменятся Солом 101 27 Не О Новом Сотворении Мира А О Новом Бытии Прежнего Мира Говорит Солматевец Давид Словами И Ты Обновляешь Лицо Земли Солом 103 30 Святой Иоанн Богослов Так Пишет Об этом В своем Послании Цитирую Тьма Проходит И Истинный Свет Уже Свет И Еще И Мир Проходит И Похоть Его А И 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 Вторая Глава 8 17 Апостол Павел Как писал О прежнем Бытии Мира Простите Апостол Павел Так Писал О прежнем Бытии Мира Цитирую Ибо Проходит Образ Мира Сего Первое Послание Коринфянам 7 31 А Опаки Бытии Цитирую И Сама Тварь Освобождена Будет От Рав Смотления Тренью Свободу Славы Детей Божьей Цимлянам 8 21 А в Евангелии Сказано Что Небо И Земля Прейдут 24 35 В Славянском Переводе Мимо Идут Как будет Проходить Самое Изменение Вселенной Сие Должно Быть Изъято Из Предметов Нашего Любопытства Говорит Святой Григорий Нис Но Как Прежний Мир Возник Из Воды И От Нее Получил Своё Бытие Так Новый Мир Восстает Из Огня И Через Него Получит Своё Вакибутие В Начале Словом Божьим Небеса И Земля Составлены Из Воды Водою Потому Тогдашний Мир Погиб Быв Потоплен Водою А Нынешние Небеса И Земля Содержимые Тем же Огню На День Суда Второе Петра Третья Глава Пятой Седьмой Стихи Прообразом Этого Может Служить Старое Водное Крещение Иоанна Предтечи И Новое Крещение Огнем И Духом Иисуса Христа Бога Слова Огонь Во Всякой Вещи Под землей В облаках Огонь Поэтому Является Символом Не только Разрушения И Уничтожения Но и Очищения И Освещения Из Мирового Пожара По очищении Из Гари Возникает Небо И Новая Земля Ему Говорится Не О Бытии Тварей Но О Перемене К Лучшему Андрей Кисарийский Блаженный Августин Пишет Так В Мировом Пожаре Уничтожаются Совершенно От Огня Те Свойства Тленных Стихий Которые Соответствовали Нашим Тленным Телам А Самая Субстанция Получит Такие Свойства Которые Через Удивительные Изменения Окажутся Соответствующими Бессмертным Телам Так Что Мир Обновиться К Лучшему Получит Полное Приспособление К Людям Обновившимся К Лучшему И По Плоти Блаженный Феофилак Цитирую Бог Однажды Создал Вещество И Что Было Необходимо Для Здешней Лишь Жизни И Для Тамошней Бесполезной Излишней Он Отменит А Что Полезно Тому Даст Новый Образ И Дозволит Наполнять Другой Некленный Мир Мысль О том Что Мир Будет Уничтожен Отвергнута На Пятом Вселенском Соборе Как Еретическая О Новом Небе И Новой Земле Так Писал Еще Святой Пророк Исаия Цитирую Ибо Апостол Петра Петра Гибель Грешного Мира В огне Страшного Суда Говорит Впрочем Мы По обетованию Его Ожидаем Нового Неба И Новой Земли На Которых Обитает Правда Второе Петра Тринадцать Тринадцать Душа Оставь Ветхую Жизнь И Ветхого Человека Гряди Погрузись В баню Паки Бытия Начни Снова Своё Бытие Только Начав Уже Сейчас Это Новое Бытие В Боге Ты Сможешь Приобщиться Паки Бытия Нового Неба И Новой Земли И Как Паки Бытия Сподобятся И Небо И Земля Так И Ты Сейчас И Душой И Телом Должен Возродиться И Вести Новую Жизнь Быть Новою Тварью Посему Прославляйте Бога И В силах Ваших И В душах Ваших Которые Дух Божьи 1 Коринфянам 6 20 Вода Была Основанием Первичной Стихией Прежнего Мира Вначале Словом Божьим Небеса И Земля Составлены Из Воды И Водою 2 Петра 3 5 Земля Жи Была Безвидна И Пуста И Тьма Над Бездной И Дух Божий Носился Над Водою И 1 2 Новое Небо И Новая Земля Выйдут Из Стихии Огня В Котором Кончится Первый Мир А Потому И Основанием Нового Мира Будет Не Вода Море Уже Нет А Огонь И Это Вторая Глава 23 24 22 Глава 5 И Иные Отцы Разумели Здесь И море Житейской Суеты И Волнений Андрей Кисарийский Пишет Также Если Море Означает Бурную И Волнующуюся Жизнь То Его Не Будет Уже Ибо Во Святых Не Останется Тогда Ни Малейшего Смущения Или Страха Блаженный Августин Мятежный И Бурный Век Подразумеваемый Под Именем Моря Не Будет Жизнью Смертным Это Мнение Подтверждает Василий Великий В толковании На Проко Исайя 44 27 Цитирую Который Господь Весь Не Говорит И Сох Не И Реки Твои Я И Сушу Сейчас Жизнь Человека Подобна Щепке Брошенной Метущееся Бушующее Море Потому И Поет Церковь Житейское Море Возвязаемое Видя Напасть И Бурью К Тихому Пристанищу Своему Притекаю Вопию К Тебе Возведи От истления Жизнь Мою Многомилостивой Это Море И сохнет В огне Последнего Дня И Вечности Море Уже Нет Можно И здесь Разуметь И буквально Что не будет Море Прежнего Мира И Ибо Ибо Оно Уже Не Будет Нужно Людям Реки Сарис Для Чего И Море Часто Бурное Гибельное Стрелище Ужасов И Мятежа Стихий Оно Оно Не Может Иметь Места В Жилище Вечной Тишины Незапас Тогдашний Мир Был Не Только Составлен Из воды И водою Но И Погиб Быв Потоплен Водою 2 Петра 3 6 Вода Ихия Жизни Первого Мира Была И стихией Гибели Ужаса И смерти На Новой Земле Море Уже Нет Вопросы По Прочитанному Кого Есть Задавайте Продолжаем Книга Откровения 21 Глава 2 3 4 И Я Иоанн Увидел Святой Город Иерусалим Новый Сходящий От Бога С Неба Приготовленный Как Невеста Украшенная Для Мужа Своего И Услышал Я Громкий Голос Неба Говорящий И И И И И И И Бога С Человеками И Он Будет Обитать С Ними Они Будут Его Народом И Сам Бог С Ними Будет Богом Их И И Отрет Бог Всякую Слезу Сочей Их И Смерти Не Будет Уже Ни Плача Ни Вопля Ни Болезни Уже Не Будет Ибо Прежнее Прошло Толкование Центром Новой Вселенной Тайнозритель Увидится Святой Город Иерусалим Новый Иерусалим Был и Центром Старого Мира В Эдеме Колыбель Человечества Туда Бог Поместил Адама Первого Человека На месте Города Иерусалима На Голгофе Был По церковному Преданию Похоронен Нам Там И Нашел Себе Последнее Пристанище Изгнанное Из рая Там Смерть Настигла Первого Из Спасивших Жизни Бытие И Вот Одним Человеком Грех Вошел В мир И Грехом Смерть Так И Смерть Перешла Во Всех Человеков Потому Что В нем В нем Все Согрешили Паня Крименом Пятая Глава Двенадцать Так Это место Стало Местом Падения И Смерти Твари Но Там Где Смерть Захватила Адама Там Бог Решил Воскресить Жизнь Там Тварь Потерявшая Своё Бытие В Боге Должна Возродиться Приобщившись Паке Бытия Центр Смерти И Твение Должен Был Стать Центром Жизни И Паке Бытия А Начале Этого Мы читаем Еще В книге Бытия Мелхиседек Царь Салимский Вынес Хлеб И Вино Он Был Священник Бога Всевышнего И Благословил Его Авраама И Сказал Благословен Авраам От Бога Всевышнего Владыки Неба И Земли В книге 14 Глава 18 Так Владыка Неба И Земли Посылает Через Своего Священника Мелхиседека Благословения Града Иерусалима Аврааму И Всему Роду Его Благословение Иерусалима Почило На Отце Веры Кремлянам 4 Глава 11 Авраам И Через Него На Всей Церкви Ветхозаветной Столицей Центром И Святилищем Которой И Стал Иерусалим Как и Первый Адам Второй Адам Христос Римлянам 5 Глава 18 Рождается Не в Иерусалиме Но Сюда Приходит Скусить Смерть На Месте Погребения Адама Умирает Христос На Кресте Вот Почему Под Распятием Христов Бывает Изображение Черепа Адама Знак Знак Того Что Смерть Ее Смерть Попрал И На Третий День Боголепно Воскресает Кровь И Вода Голгофы Евангелие От 19 34 1 Иоанна 5 6 Вот Баня Паки Бытия Вселенной Центр Смерти Становится Центром Жизни Восстань Святись Иерусалим Ибо Пришел Свет Твой Слава Господня Зашла Над Тобой Иерусалим 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 Начинает Преобразовывать Уже Весь Мир По Божественному Плану Спасителя Иерусалим И Будете Мне Свидетелями В Иерусалиме И во Все Иудеи Самарии И Даже До Края Земли Город Земной Становится Городом Духовным Церковь Ветхозаветная Церковью Новозаветной Восклицает Апостол Ахристиана Цитирую Вы Приступили К горе Сиону И Кограду Бога Живого К Небесному Иерусалиму И тьмам Ангелов Евреям 12.22 И тот же Апостол Восклицает От церкви А Вышний Иерусалим Свободен Он Матерь Всем Нам Галатам 4.26 Вышний Иерусалим Церковь Это Богочеловечество Невеста Ставшая Одной Плотию С Женихом Небо Сходящее На землю Паки Бытие В этом Бытии И вот Тайнозритель Видит И в новом Мире Паки Бытия Святой Город Иерусалим Новый Сходящий От Бога С неба На землю Но Не сказано Сшедший С неба А именно Сходящий Этим Город Новый Новый Иерусалим Это Паки Иерусалим Паки Церковь Это Место Соединения Нового Неба И Новой Земли Место Особого Пребывания Бога С Прославленными Церковь Вечности Небесный Город Иерусалим Святой Ибо Является Место Особого Пребывания Бога И Прославленных Святых Вечности В него Не войдет Ничто Нечистое И 27 Он Новый В отличии От Того Старого Бывшего И Прежней На Прежней Земле Бывшего Святилищем Ветхозаветной Церкви Город Новый Ибо Он В новом Мире Вечности Старого Мира Тления И Старого Иерусалима Уже Нет Но Опять Как Ранее Земле И Небе Надо Разуметь Несовершенное Исчезновение Прежнего Создания Его Заново А Новое Бытие Или Пакобытие Прежнего Города И Прежней Христианской Церкви Бывшей На Прежней Земле Миновали Не Они Сами А Их Прежнее Бытие Приготовленные Как Невеста Украшенная Для Мужа Своего В Подобных Выражениях Представлялись Иерусалим И Церковь Ветхого Завета А А Также И Церковь Нового Завета Восстань Восстань Облекись Силу Твою Сион Облекись В одежды Величия Твоего Иерусалим Город Святой Иерусалим 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 Творец Есть Супруг Твой Господь Саваоф Имя Его И Искупитель Твой Святой Израил Богом Всей Земли Называется Он Иерусалим Как Жену Оставленную Искорбящую Духом Призывает Тебя Господь Рок Исайя 54 2 Так и в Новом Завете Церковь Именуется Невестой Христовой 2 Коринфянам 11 2 Ифесянам 5 22 23 Откровение 19 78 22 17 Небесная Церковь Вышний Иерусалим Приготовленный Как Невеста Украшенная Для Мужа Христа По Долгие Века Земного Странствования Церковь Украсилась Божественной Красотой Для Своего Мужа Христа Иерусалим То Это Восходящее От Пусты Не Как Столбы Дыма А Уреваемая Мир Эфимиамом Всяким И Порошками Мироварник Прекрасно Ты Возлюбленная Моя Как Фирца Любезна Как Иерусалим Грозна Как Полки Со Знаменами Книга Песней 36 И 64 Вся Песнь Песней Соломона Есть Ни Нет Вар Красоте Церкви Эту Красоту Стижают Святые Ибо Подобно Камнем Венце Они Воссияют На земле Его Об Этой Святой Земле Восклицает Пророк О Как Велика Благость Его И Какая Красота Его Отличительная Особенность Святых Подвижников Вовсе Не Их Доброта Которая Бывает И У Плотских Людей Даже У Весьма Грешных Красота Духовная Ослепительная Красота Лучезарной Светоносной Личности И Белому И Плотскому Человеку Никак Не Доступная Прященник Павел Флоренский Этой Красотой Украшайся Душа Дабы На Тебя Бог Как На Жениха Возложил Венец И Как Невесту Украсил Убранство Красотой Прок Исая 61 10 Такой Красотой Будет Украшен Небесный Иерусалим Церковь Для Христа Одновременно С небесным Видением Иоанн Слышит И небесный Голос И Услышал Я Громкий Голос Неба По Иному Переводу Читается Голос От Трона В первом Случае Голос Нужно Себе Представлять Раздающимся Вне Нового Иерусалима С неба Из второго Чтения Следует Что Голос Раздается От Престола Трона Бога И Агнца Который Был В центре Нового Иерусалима 22 Глава 1 И Исходил Ли Этот Голос Неба Ли От Престола Божия Он Принадлежит Не Богу А Какому То Другому Высшему Существу Пример Одному Из Четырех Животных Окружающих Престол 6 Глава 6 И Ибо О Боге Говорится Третьим Лицом Бог Вступает Самое Тесное Общение С Людьми И Создает Себе Им Одну Обитель Новый Иерусалим Не Просто Скиния Бога Но Именно Скиния Бога С Человеками Это Союз Бога Человечества А В этом Говорилось Еще Ветхом Завете И Поставлю Жилище Мое Среди Вас И Душа Моя Не Возгнушается Вами И Буду Ходить Среди Вас И Буду Вашим Богом А Вы Будете Моим Народом Левитом 26 11 12 И Будет У них Жилище Мое И Буду Их Богом А Они Будут Моим Народом Из И И И 37 27 Уже Ветхом Завете Бог Повелевает Моисею Сделать Скинию Которая Должна Стать Жилищем Бога Среди Людей Обитая В Скинии Бог Обитал Среди Своего Народа Мрак Язычества Еще Покрывал Все Народы Земли Но Уже Был Бедом В Иудее Бог У Израиля Велико Имя Его И Было В Салиме Жилище Его И Пребывание Его На Сионе Солом 75 2 3 Бог Был Со Своим Избранным Народом Обитал Среди Него В Иерусалиме И Они Были Его Народом А Он Был Богом Их Но Вот Совершается Еще Больше Исполняются Слова Пророчества Все Делова Чреве Приимет И Родит Сына И Нарекут Ему Имя Эммануил Что Значит С Нами Бог Рок Исайя 7 14 Евангелие От Морфе 1 23 И Слово Стало Плотию И Обитало С Нами В Англии Та На 1 14 Теперь В Доме Божием Который Есть Церковь Бога Живого 1 Тимоши 3 15 Обитает Полнота Наполняющего Все Во Всем 6 1 1 22 Не Часть А Вся Полнота Божия Обитает Церкви С Человеками Как Так Символически Метически Тождественной Богородица Стоит Церковь Обитель Бога С Людьми Чадами Церкви Теперь Чадом Церкви Теперь Говорится Ибо Вы Храм Бога Живого Как Сказал Бог Селюсь В них И Буду Ходить В них И Буду Их Богом И Они Будут Моим Народом 2 Кришном 6 16 Исполняется Обетование Сына Божия Человеку Что С Отцом Через Духа Мы Придем К Нему И Обитель У Него Сотворим В Англитане 14 23 Вышний Иерусалим Обитель Живоначальной Троицы И Матерь Всем Нам Галатам 4 26 Здесь Бог Говорит Людям Народ Мой Здесь Восклицают Люди Эммануил С нами Бог Всякий Православный Христианин И Исповедуют Свою Веру Воедину Святую Соборную И Апостольскую Церковь Паки Бытии Же В Вечности Упразднится Вера И Будет Видение От лица К лицу Каково Оно Есть Явленное Как через Тусклое Стекло Первое Коринфянам 13 12 Явится Тогда Воочию Церковь Место Особого Пребывания Бога С людьми Вечности Будет Небесным Градом Местом Особого Пребывания Бога Людьми Вечности Вопросы По Прочитанному Кого Есть Теперь Час Прошел И Можно Задавать Любые Вопросы Пожалуйста Валентина Артисон Давайте С вас Вот Мы Сегодня Читаем Что Крещение Это Первое Воскресенье От Андрея От От Андрея Ткачева Я Слышала Такое Изречение Родившийся Однажды Умрет Дважды Родившийся Дважды Не умрет Никогда Родившийся Два Второй Раз Это Значит Рождение Свыше И Это Тоже Первое Воскресенье Вот Сейчас Много Вижу Много Крещеных Но Не Вижу Возрожденных У меня Такой Вопрос Можно Ли Между Крещением И Рождением Свыше Поставить Знак Равенства Игнатий Тихонович Вам Подразумевается Разумевается Так А в действительности Ничего Этого Нет Это На бумаге Так Говорится Это Завершающий Акт Первое Признание Себя Грешника Вторая Ступень Принятия Христа Уверования И Третье Завершающее Крещение А сегодня Ни первого Ни второго Ни третьего Нету Обман Обман Сплошной Так Хочешь Так Понимай И люди Одна Батюшка Знает Но Он Слепой Ведет Слепого И куда Они Упадут В яму В какую Там Ад И они Ничего Не понимают Как будто Вы нарочно Устроили Из жизни Свою Игру Один раз Пошевели Языком Так Чтобы тебе Не стыдно Было Решительно Подойди Скажи Венчает Тебя Дочь Ну Венцы На голову Не надевай Ты подойди Скажи Что вы Делаете Это Обман Тут На глазах Видно Что Венчания Нету Венчание То есть Увенчали Венок Надевает Лавровый Венок Или как-то Венец Из слюто Дети плетут Здесь Над головой Держат А зачем Бояться Что грязная Голова Как будто Свиньи Какие-то Запачкает Даже Смешно Это все Вот Отойди От него Сразу У меня Знакомый Он директор Издательства Пошел Крестить Там То ли Внучку Или кого-то Он говорит Ну Они там Опять Суетятся И он Говорит Нет Так не пойдет Вы мне сделайте Полно А он у меня Материалы брал Мы познакомились И он Это все Поверил Ну так Это долго Ничего Подожду Вот они Забегали Забегали И все Вы воду Лейте И подогрейте Теплое Что было И они На него Столько Потратили А я стою И радуюсь Думаю Вот С вами Я все Это знаю Ну и как же Бы так делал И все Бы кончилось Ну не хотят Ж Если тебя Один раз Другой раз Обманули Вместо там Хлеба Подали Какой-то Неизвестный Состав Суррогат Ирзац Ты же Будешь Спрашивать Вместо денег Дали фантики Конфетные Ты же Заволнуешься А здесь Никакой нужды Нету То мертвый Человек Ну ему Никакого Крещения То и не надо Как отец Дмитрий Смирнов И говорит Хоть деньги С ним взять А внизу Подпись Название Ролика Самый Наглый Поп Ему Эта Кличка Как раз И подходит Самый Наглый Хорошо Понятно Но Батюшки Рождение Свыше Приравниют Крещению Они не знают Он не рожденный Свыше Он мертвец И он По меркам Мертвеца Меряет Они считают Но если Впереди То ничего Нет И здесь То нет Крещение Это означает Погружение Другого Перевода Нету Бывает Многозначимость Какого-то Слова А здесь Однозначно Мона С головой Трижды Ни разу Они даже Обливание Не делают Обливание Это значит Человек Не может Шевелиться Парализованный Ну под него Там Заводят Что-то там Салфан Какой И трижды Ему надо Облить 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 Это значит Один раз Выливает Воду Ведро Там на него Чтобы все Было мокро Второй раз Купели Нету И такие Которые Вот так Пришли Во время Болезни Канон Гласит Их священники Ставить нельзя Они бракованные Все Спасибо Христос Аллилуйя Игнатий Тихонович А можно вопрос? Конечно Скажите А если Ну храм далеко Можно ли Исповедоваться У католиков? Видите Вот вопрос Задаете Где далеко В этот вопрос Старобрядцам Задайте Он умрет Но никуда не пойдет У нас еще такая Расхлябанность Это когда ты На каком-то Необитаемом острове И там никогда Не будет священник Это один вопрос Но другое А тут далеко Разве это причина Далеко? Вот у нас Приезжали в прошлом году Из Италии Дальше Германии Приехал Крещение принял Поехал назад Работают Далеко или недалеко? Он говорит Нет Для спасения Разве это далеко? Если больной Раненый Где-то лежит Сын Для матери Расстояние Будет какое-то Да на пешком Дойдет Когда меня Там арестовали Я в Хабаровске Мама моя Неграмотная Она даже читать Не умела И она В Хабаровский Госпиталь Туда приехала Вот как А потом Когда я уверовал Она забеспокоилась Обо мне С Алтайского края В Прибалтику В Латвию Венспис приехала Сколько ей горя доставил Но она так Заботилась обо мне А здесь Сам себя Один раз Один раз Два-три года Выбери момент Там он Зоннеберг Там у них Есть священник Отец Андрей Я знаю его Бондаренко Или как-то так его Отец Артемий Вон как А был Андрей Нет Был отец Артемий Бондаренко Отец Андрей Был во Франции А вон как Ну вот так Значит В Германии Вы находитесь В одна страна Это уже не так и далеко Германия Это не Советский Союз Потерпи Наберись Средств Съезда А просто так Это не разрешается Я вот Придерживаюсь Этой тактики А можно еще вопрос Да конечно Скажите Там на собрании Володя сказал Что создал сайт И будет Проводить Занятия По крещению Ну часы Которые У вас Есть Подготовка По крещению Какие занятия Это у нас книги есть По ним Считай Приготавливайся Крещение Посты Молитва Это же не по бумажке Можно пояснить Ну да Наталья Вы неправильно поняли Я говорю Те люди Которые по интернету На нас выходят И хотят Например Приехать В Потеряевку Поселиться Я говорю Надо прежде Чтоб они Были на занятиях Участвовали То есть Чтоб мы более Лучше узнали людей Вот какой смысл Заложил Я не говорю О новых занятиях Совсем по другому Выглядит Когда тут человек А он сказал Он оказывается Не говорил Вот сейчас У меня тоже Спрашивают Там целое семейство Ну как Я рассказываю Какие вопросы Материал крещения На форуме Полностью объяснен Я ничего не говорю Уже десятки раз Объяснял Подготовиться Какие вопросы Будут примерно Приблизительные Тем более Очень удобно Сегодня Все материалы Вот один Сейчас на меня Еретик Наседает Иконы Это придумали То другое Я ему скидываю У нас большое Иконопосчитание Заряди на нашем форуме Иконопосчитание И там все Начиная с долины Синаар Подробно Все по писанию По святым отцам По канонам Он смотреть не может Видно Свидетель Сорожевой башни И опять Прямо Наседает Да вот это Вот С деревяшки Сделали Бога То есть Ему ничего не надо Он Непробиваемый Я ему Внизу ответил Если ко мне Что-то вкидывать Будет Один раз в день Один Три строчки Написал Один Второй раз Нет Иначе я закрою Она квакает Тут мешает мне работать Моника Погодел Он раз И другой Опять залазит И еще Ну это Наглость Ну что Еще вопросы Задавайте Мир вам Братья и сестры С миром Принимаю Привет вам С ливанских Земель Из города Бейрута Бейрута? Я надеюсь Да Надеюсь С вами Останусь На занятия Недавно Несколько лет Назад Приезжал К нам На приход Батюшка Геннадий Фаст Здесь Наш Наш батюшка Приходской Он его Духовное Чадо Отец Кто он Арсений Пади С этого С Лиссабона Арсений Соколов Игумен Да Конечно Да Вот И когда вы ездили Куда вы ездили Где Батюшка В Португалии В Лиссабоне Да Он там Служил Вот Сейчас Сейчас Его направили В Сирию В Дамаск Ну Помоги Вот И как Я узнала О вас Тогда Когда Приехал Отец Геннадий Я решила Зайти И познакомиться С ним В интернете И вообще С отцом Четыре Церковь Я сейчас Написано Это не Синодальный Утвержден Только Синодальный А новые Переводы Никогда в церкви Не продавали Там Заблуждение На каждом шагу Дело в том Что у нас Негде Здесь Купить Это Только Если Кто-то Едет Закажите Библию Полно 77 Книг Почти В любом Храме Продается Так Если Я поеду Летом То Я в Барнауле На Спартаке Там Покупала Кое-что И Не догадалась Взять Библию На Спартаке Там Тут Казашка Приезжала Она Из свидетелей Она Она Купила Здесь Да Да Но Ну я уже читаю А вы По какому Там Говорите Это По-сирийски Или как Нет Я же Из Ливана Но Язык Арабский Ну я Говорю Да На арабском На русском На английском Чуть-чуть Понятно Да Бог дал вам Мудрость Какую Да И вчера Только Смотрела Что-то Там На Ютьюбе И вот Как раз Мне интересно Было Что Как вы Встретились Со Христом Как Савл Да Развернулся И пошел Другой Ведь Не от Какой Нужды Так вот Я тоже Про себя Думаю Я не нуждалась Ни в чем Ни в каком Христе Вообще Не нуждалась А он Взял меня И повернул Просто Вы Которое Занятие Сейчас идет Сергей Павлович Считает Это наше Издание Трехтомных Его составил Отец Геннадий Фаст За 2000 лет Я знаю Надежь Чтобы было С откровением Не было Впервые Мы издали Там 240 Иллюстраций Гюстава Даре Раскрашены Нами Это уникальнейший Труд Да Да Вот Сейчас Просим Сергей Там кто еще Вопросы Есть Спаси Христос Слава Иисусу Все Наверное У них там К концу Идет Дело Сергей Он отошел Да нет Я здесь Пожалуйста Вопросы Какие Интересная встреча Тут произошла Еще время Для вопросов Есть Игнатий Теханович Вопрос Можно Давай Давай Евгений Значит Вопрос В протестантизме Там очень сильно Как бы Распространен Такой Экзорцизм Изгнание бесов Особенно У пятидесятников И у харизматов А как дело обстоит В православии Сталкивались ли вы С экзорцизмом Изгнание бесов В православии Ну заряди Новиков Отец Василий Новиков И ты увидишь Там все В ютубе В ютубе Заряди Новиков Отец Василий Изгнание бесов Вот так и заряди Я видел Я видел Я видел Там храм Спрашиваешь Когда видел А говоришь Есть ли такое А сам знаешь Больше меня Но это Такие Какие-то редкие Случаи Я так понимаю В православии Это как бы Не распространено Если это Нигде не сказано Что это будет Каждый иметь Это не шапку На голову надеть А то другой Отчитывает А на самом деле Он не выгоняет бес А загоняет его Понятно Я встречался С бесноватыми Один раз Приглашал домой Записывал Страшное конечно Состояние Но везде Виноват человек Вот у меня заходил Один Анатолий Я подробно Распажу И когда Изменял жене Был чужой женщиной Во время полового акта Я почувствовал Как что-то в меня вошло И теперь он стоит Дергается Только крестит Вот и все Грех И он это понимает А другой Привязан к вещественному Был Учительница В шкаф залезла Примерять платье Любила переодеваться И он там ее стукнул И она дня три Сидела в шкафу Не могла вылезти А другая В подполы А печку у них делал Залезла И они через неделю Там нашли бабка Ну Не просто так-то Что для испытания Чтобы Истинно верующего Допустил Господь Как вот Первый том Створение Святого Иоанна Златоуста Он говорит Про монаха Стайгирия Своего друга Как он стал Бесноваться Но это Единичные случаи Это уже Великий человек Что Бог Позволяет ему Испытать Как вот Матавилов Александр Николаевич Серафимов Когда говорил Вот бы я поборолся С бесом Все Бес сразу взял Занес в реестр И включил И потом он увидит Как Как в виде тумана Как лента Из Форточки В него Вполз И теперь он Стал испытывать Адский огонь Потом Тартар Холод И червя Брал и растягивал Его Который через него Проползал Вот так Описано А скажешь Я не верю Ну это не канон Какой Можешь не верить Но так Написано Есть вещи Которые мы Непременно Должны верить Вот допустим У меня есть Такие моменты Когда много Сектантов Сразу приходили Принятие Все Но говорят Ну ладно Мы придем А можно Без икон Можно Но только Чтобы вы их Не хулили Это не идолы А без икон Нигде не говорится Что только с иконами было Они понимают Нет Тут надо Подходить Разумно Как Василий Великий Он не соглашался Что Приходят Анкротиты Уверовали Стали православными Ну и решают Все Да ладно Так Они похожи А он Наставил Чтобы Полное Троекратное Погружение Но Общее Это решение Было такое Принимать только Через помазание Он говорит Я знаю Что это неправильно Но я должен Согласиться Чтобы не было Разделения В церкви Вот и все Вот такая Тактика Так Еще что Есть просто Насчет Изгнания Бесов Вот в протестантизме Когда я был Там как бы Есть два лагеря Пусть У баптистов Вообще Там не принято Они У них даже практики Такой толком то и нет Они даже в это не верят Они вроде как говорят Человек принял крещение Все Бесы должны его покинуть То есть он все Он стал новым творением А допустим Если взять Пятидесяческое Харизматическое движение То там они Утверждают Крещение хоть и принял Человек Но бесы все равно Еще могут в нем сидеть То есть Надо И это еще не факт Что человек Полностью После крещения Все Ни одного беса В нем не осталось Но я все-таки Придержусь второго Пункта Что Бесы еще после крещения В человеке Могут остаться Ну ведь Как бы вы говорили Только о православных А не о еретиках Об этих Кого назвали Тут бы можно дать Какой-то ответ А тут какая разница Он все равно С бесами живет Он еретик Он вне церкви И поэтому О нем даже Рассуждать не надо У них есть опыт Какой там у них опыт Когда они еретики Их опыт Это все От лукавого Вот он там Бинник И крещение у них Ненастоящее Все попадают Опрокидываются И проще Что у них есть Мы даже обсуждать Это не можем Зачем Когда там ад Еретик Ни один В раю не будет Ад Это смерть А ересь Это хуже Любого Греха плотского Как Авагафон говорит Любого Хуже блуда Хуже убийства Там может Просто огневался Человек Внезапно И то есть Подвиглась природа А здесь Добровольно Открыл все двери И впустился Там Ушел из церкви Человек ушел Из церкви Там ничего уже нету Ни таинств Ничего нет А он думает Он найдет Какого-то там Отлученного Шляхова Или кого-то Да мало ли их таких Диамид был Епископ Его незаконно запретили Незаконно Но Уже запретили Все Он ничего не должен делать Он должен подчиниться А я не подчиняюсь Патриархии Она тебя рукоположила Ты признал Тогда и рукоположения Там не было Не так Вот есть фильм Про Давида Его сыновья Там Янафан И говорят А вот Самуил-то Он тебя Не почтил Ты Понимаешь Это не настоящий пророк А Саул говорит Если он не настоящий пророк То я не настоящий царь Он меня Помазал Вот и весь сказ А он Не понимает этого Или охота Еще порулить Или как Вот на меня Готовилось отпущение Не один раз Готовилось Но Не совершилось За то Что я выпустил материал На русском языке Вот за что Ну и второе Что воевать Убивать не надо Это материал К истинному православию У меня есть Я 40 лет Собирал материал Андрей Кураев Он приезжал Ко мне сюда Здесь был Он увидел Игнатий Говорит Ничего не принес Снового-то Он просто поднял Целые пласты Которые мы забыли Завалили Он это увидел А эти нет Но это ваша беда Не моя Я тебе показываю Так это когда-то было Это навсегда было Это трубы Духа Святого Священнику должно было бы Исповедовать всегда так А считаешь ли ты Библию А даже никогда не спрашивают А идешь ли ты на благовестие Ходишь ли Приобретаешь ли души Для Христа Нет вопросов А поэтому все остальные Это ниже Главное Это упущено Сама исповедь-то Такая Болезненная Только все Облуде Облуде Больше там не о чем говорить А что Производство тащат Так это все тащат Я что Виноват Ну понимаете Ну понимаете Слово Но тебе это открыть Ты где-то подхватил Эту бредню Я его не начитывал Ни одного слова Ты слышишь меня Да Ну и погаси Остальное уже не имеет смысла Игнатий начитывал Не начитывал Ни одного слова Ну распространяли Не начитывали Может я ошибся Распространяли А распространяли Дело другое Да Я распространял Его то что По радио Передавали где-то Потому что Говорил правильно Призывал к покаянию И он говорил так Что ни один человек Не может против сказать Я эти пленки давал Священникам Архиереям И все до одного принимают Они не поняли Что это протестант Не поняли Он говорил правильно У него были там Такие заскоки Что вот ангелы К сынам Сыны человеческих Дочерям ходили Это ангелы Совокуплялись С женщинами Это нет Это сынами Называется Сифовы А это Все это ниже Которые идут Другое племя Комсомолки Я распространял Не ересь А то что Бог делал Ну правильно Говорил А слиться Под Вала Ну правильно Ну а Вала Ты ее что Бить начал Да Ну так она Правильно Говорила Правильно Тогда еще Она в раю Будет Да конечно Нет Это Бог Сделал Так Сделал Ярд Заговорил Как ослица И сказал правильно Я с ним переписывался У меня книга Есть К истинному православию Как я в тюрьме был И все это Из одних документов Они там дома Считали Говорят Мы со слезами У меня опыт У меня опыт Я по милости божьей И там вел дневник Даже в тюрьме И в лагере И вот В книге Все отображено Заряди ее Для слова Божия Нет уз На нашем сайте Это Том Настоящий 752 страницы Так Еретики Это Еретики Обличения Астан Армень Тогда говорили Его сейчас Подхватывает А то он говорил Как А вот Индусы 2 миллиарда Там Китайцы 2 миллиарда Зачем тебе Это придумывать Зачем Ты Бога не боишься А вот Испугать Количеством В ад будет Христос Сказал Много званых Мало избранных Ну и что А как это мало 600 тысяч Вышло А 2 дошли Вот как Много и мало 600 тысяч И 2 Разница есть Ты высчитай Какой процент Это 0 целых Одна там Сто тысячная Ну на 300 тысяч Один человек Спасся Ну ты слышал это А из-за всей вселенной Только 8 человек В Камчеге спаслись Чего тут Придумывают Не нам решать Много мало Ересь Никакого общения Должно быть А я вот в раю буду А мы окажемся Они начинают Сказки рассказывать Не будут они в раю Они сами себя осудили Они еретики Сто процентные Ты хочешь спасаться Держись в церкви православной А то патриарх Не такой Да не такой Да Но он благословенный Таинства через него Все действительные Вопросы Что-то молчат То ли ушли Или нет Ну давайте Вас как звать-то? Ой Ну вас как звать-то? Сириса Меня-то Ну да Сейчас Как? Меня зовут Елена Елена? Вопросов конечно Елена Да У меня вопросов конечно много Но вы приходите на занятия Приготовьте заранее Давайте по скайпу на меня выйдите Отдельно побеседуем Так я со скайпом Только сегодня Впервые Так вот А ничего не надо Просто зарядите Игнатий Лапкин По-русски И вы на меня выйдете И скажите Чтобы я вас принял Я приму И будем беседовать Но только заранее Потому что наши беседы Все выставляются в интернет Причем ответы на вопросы Которые вот Там ответа не нашла Это касается лично меня Поскольку я живу Не в России И не знаю И меня это волнует Как я стала христианкой Меня волнует смерть Я должна подготовиться к ней Так а почему там нельзя подготовиться Там даже быстрее подготовишься Нет Дело в том Что здесь все кладбища Разделены Есть кладбища мусульманские Там хоронят только мусульман Есть христианские Причем здесь же много Больше 18 конфессий В этом маленьком Ливане И каждая конфессия Имеет свои участки захоронения Католики Например у них в склепах Там они хоронят Ортодоксальные христиане Тоже в таких склепах семейных Вот они туда кладут А мы получается Ну прям пословица Хочется ее назвать Ни там, ни сям и никому И наш батюшка Мы с ним По всем инстанциям ходили Хотели Чтобы нам выделили Какой-то участок земли Чтобы там часовенку поставить У нас даже здесь нет храма Мы прихожане в чужой храм Вот так И ничего не получается Требуют огромные деньги Потому что земля Она каждый кусочек стоит здесь И все никак не получается И где нас будут хоронить Здесь очень много Большая диаспора русская Здесь даже есть Вот у нас староста прихода Она В семнадцатом году Ее родители Убежали через Турцию Прибежали в Ливан И вот она здесь Живет Ей восемьдесят с лишним лет Под девяносто Вот Так вот У них есть место на кладбище А у нас нету Я попозно вопрос задам Если вы знаете такие условия А почему вы там живете-то? Приезжайте в Россию Тут похоронят У нас в Потеряевке Места хватит много Так я знаю Я в пристань могу поехать У меня там бабушка Дедушка Вопросы сняты Нету-нету Господь через это сказал Через Исаии 13-14 И каждый побежит К своему народу Если сказал побежит Так и бегите Далеко бежать До Москвы только Четыре часа лететь Так вы уже были То вы обратно возвращаетесь Вы езжайте оттуда И больше назад не возвращаетесь Зачем возвращаться? Да Я здесь больше 20 лет живу Вы слово конфессия Не употребляйте Нет такого слова в Библии Это означает ересь Под словом конфессия Деноминация ересь А как их назвать? А как их назвать? Никак Здесь Здесь христиан Католик Это не конфессия А католиков Здесь Миллион католиков И марониты И всякие Все Вот католики Они не конфессия Никакая А которые конфессия Это еретики Все еретики Да Все еретики Они не церкви Но здесь антиохийская церковь Копская и сирийская Это церковь Копская и сирийская Да я знаю А здесь антиохийская У нас церковь Ну антиохийская Она православная Антиохийская Да Ортодоксальная Да Рум ортодокс И грек ортодокс Да Это Автогипалия Разных церквей Да 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 Так вот Я бы уехала бы в ту же самую пристань Конечно не в Барнаул А в ту же самую пристань И там бы померла Чтоб меня похоронили на кладбище Закопали в землю Вот Потому что здесь они все вот в этих сундуках В этих гробах Видимо это у них Или от недостатка земли Или они вот как в гроб Господа положили Вот в пещеру Они вот так вот и продолжают Видимо Об этом говорить не надо Езжайте домой Пусть они разбираются со своими покойниками А у нас тут простор Я знаю я хочу Поэтому меня этот вопрос волнует Я помню даже писала Патриарху Кириллу Письмо Просила его Чтобы он как-то посодействовал Ну как У нас нету денег Чтобы нам землю купить Здесь Если что Чтобы нас здесь похоронили По-христиански в землю Ну конечно ответа я не получила Так как и вы У нас бесплатно Знаю И всегда тут батюшка молится Когда родительская суббота Все свои А это даже похоронить то не могут Вот я бы там сидел в этой жаре У вас даже зимы то нету Нет сейчас зима Не знаю Что-то заглохло там Ну все наверное Вопросов нету больше Женя давай Я хотел добавить Елене сказать хотела А зачем о смерти то думать Вы еще молодая женщина Вот вижу вас на видео в скайпе А что думать то сейчас о смерти Мы не должны думать Как там получится Так и получится А что думать то об этой смерти Мы должны служить Господу И все А мы не слушаем Ну а о смерти Нет как О смерти надо думать А какая разница куда тело наше Что тело наше Оно Слее так и так И все от него ничего не останется Женя Она говорит о похоронах Если мы не будем думать Не приготовим себя в порядок Мы это повесим вопрос на родственников Раньше было как Заранее шили себе смертное платье Выдалбливали домовину вместо гроба И он стоял в стенках А как это не думать О смерти думать Я поехал Замещание сделал На английском Немецком Французском Все заверили Что делать с моим телом Если я в дороге умру Это так О смерти надо думать Это главный вопрос Да Да Я согласна Поэтому я стала думать Раньше я жила и не думала Мне было все равно Что и где и как вообще И обращение было Елена хотелось бы Хотелось бы от вас услышать Как в Ливане Живу там православно Я в Росте Рядышком с вами Я в Израиле живу Границу Мы как бы граничим Да Хотелось бы У нас очень слабенько В Израиле с православием Мне хотелось бы Конечно Услышать как у вас там Живут православные Как ваша Вы в каком городе живете Я в Бейруте А Бейруте Это столица Ливана Да Православные здесь Ну как вы знаете Их называют Ортодокс Антиохийская церковь Антиохийская церковь Да Но поскольку здесь католики И вот православные Про католиков я чисто внешне вот так знаю Про ортодоксальную церковь Могу сказать, что там Чин литургии И все 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 как у нас Мы даже На службе И символ веры То же самое Отче наш Все-все-все Читают Евангелие они В общем служба Та же самая Но У них Голову женщина не покрывает У них воскресенье Это праздник Они накрашенные Намазанные Все идут в церковь И Когда Причащаются Причащаются все До одного Кто пришел Зашел в церковь Должны причащаться Исповедь у них По желанию Батюшка их Исповедуют Где-то там Отдельно Причащаются все И причащаются Подходят вот эти вот женщины В таких нарядах Откровенных Без головного убора И они К батюшке подходят Для меня Первый раз Было удивительно Они вот знаете Как птенчики Когда сидят В гнезде И мама Птица Подлетает И к ним Кладет Клюв Еду Вот так Батюшка им Бросает Причастие В рот Потому что они Не берут В рот Лжицу Потому что у них Накрашенные губы У женщин В общем они Вот так вот ходят В церковь Но все Все Забита церковь Все воскресенья С утра Идут А ваша русская Диаспора Как вот Русские Наша русская У нас есть Только подворье В котором живет Наш батюшка Игумен Арсений Подворье Куплено Церковью То есть Мы у него Собираемся На праздники Вот Церковь Значит Нас приютила Церковь Недалеко От нашего Посольства Русского В Бейруте Это церковь Иоанна Предтечи Вот Мы туда приходим Если там что-то есть У местной Церкви То мы ждем Вот как Квартиранты Вот Нашей церкви Здесь нет Но приход В принципе Большой Ну а Община какая-то Есть Вы как-то Тесно общаетесь Между друг другом Разборы У нас община Если так сказать Вот как Игнатий Тихонович Говорит У нас Приходская Община Приходская Нет вот такой Сплоченной Общины Ну Общины нет Просто приход Такой Приход Есть такой Костяк Какой-то Вот Несколько Человек А остальные Приходят Уходят В общем Все вот так Вот свечку Поставить Что-то там В общем Востребовать От церкви От батюшки Востребовать Вот И все В общем Тоже очень слабенько Я понимаю Вас Так же От Израиля Ничем Вы не отличаетесь В этом плане Нет Но местные Вы спросили Про местных Местные Они очень верующие Вот я живу Здесь В районе У нас здесь Христианский район Церковь Рядом со мной Вот здесь Пять минут Три минуты Пешком Апостолов Петра И Павла Вот Батюшку Зовут Давид Очень Хороший Батюшка Строгий У него проповеди Очень интересные Ну Как бы Я понимаю Что он говорит Он их так ругает И почему Вы так Раздеты Смейте Заходить В храм Божий И так далее И тому подобное Вот И когда я прихожу Стою там Одна в платочке И они Немного садятся Вот они сидят Потом соскакивают Когда батюшка К ним лицом Повернется Они соскакивают И я с ним Познакомилась У него Дочери Одну зовут Ольга Вторую Тамара И Елена Понятно А крещение Как у вас крестят Полным погружением Или поливают Как крестят У вас В церкви Как крестит Местная церковь Я не знаю Как они крестят Вот батюшка наш Игумен Арсений Соколов Он крестит Полным погружением Он специально В этой церкви Куда мы ходим Нету Баптистерия Он возит В другую Специально Он не мочит Потому что Игнатий Тихонович Он ученик Отца Геннадия Фаста Вот Он не позволяет Себе там мочения Идет оглашение Вот Правда Я не видела Что оглашенное И выходит Но это Другой вопрос Вот Я не понял Еще раз Ваш батюшка Как-то связан С отцом Геннадием Фастом Он его Духовная чата Да Он сам из Енисейска По-моему Из Енисейска И его отправила Московская Патриархия В Ливан Да Нет Его сначала Отправили В Португалию И вот Когда Игнатий Тихонович Ездили туда Там был Другой батюшка Как раз Вот как Игумен Арсений Уехал И был другой Батюшка Вот А потом Его прислали Сюда к нам А сейчас Его уже Вот Война там Как бы Закончилась В Сирии Его в Дамаск Направили А мы сейчас Без батюшки У нас Вот Которое воскресенье Мы на службу Не ходим То есть У вас батюшка В Дамаск уехал Да Получается Сейчас Да А сейчас Он в Томске Был Был в Томске У него там Были лекции Красноярский У отца Геннадия Фаста Скоро будет Завтра Сегодня Сегодня лекции Тоже Вот Ну все Я отхожу от вас Вопросов нету Спасибо Господи Слава Христу Слава Христу